Слава Господу! Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков, не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите, мир дому этому. И если будет там сын мира, то почает на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. И если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им, приблизилось к вам Царство Божие. Если же придете в какой город и не примут вас, то вышедши на улицу скажите, и прах, прилипший к нам от вашего города, отрисаем вам. Однако знайте, что приблизилось к вам Царство Божие. Сказываю вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому. В какой дом войдете, сперва говорите, мир дому этому. Прочитав это местописание, я хотел бы над ним порассуждать вместе с вами на тему «Мир вашему дому». Я думаю, каждый из нас слышал выражение «Шалом Алейхим». «Шалом Алейхим». Мы слышали от евреев «Шалом Алейхим» и люди говорят «Мир вам! Мир вам!» В ответ на это нужно сказать «Алейхим Шалом». Я смотрел, интересно мне было, что «Шалом Алейхим» это было записано и принято так говорить в Иерусалимском Талмуде. А раньше говорили «Шалом Алейхим», то есть говорилось одному человеку «Шалом Алейхим». После было принято говорить «Шалом Алейхим» «Мир вам!» Не «Мир тебе», а «Мир вам!» как «Мир всем!» И буквально означает «Мир да пребудет на вас!» «Мир да пребудет на вас!» На всех, кому это обращение было сказано «Мир да пребудет на вас!» Мы видим через Писание, что Бог, Он всегда, Он всегда хочет человеку доброго. Он всегда делает то, чтобы человеку принести добро. Иисус Христос, Он говорит «Мир вам!» Приблизилось к вам Царство Божие, приблизилось то доброе. Оно стало ближе теперь. «Мир вам!» Я думаю, Иисус Христос, если бы Он пришел, если бы Он вошел сегодня в нашу церковь, это были бы первые Его слова, которые бы Он сказал «Мир вам!» И я думаю, что каждый из нас сегодня, я смотрю на каждого из вас, я думаю, что мы особо в Украине сегодня переживаем важность этих слов «Мир вам!» Каждый из нас, особенно сегодня, нуждается в этом мире Божьем. Особенно сегодня, когда, в общем-то, тревожно. В общем-то, на улицах нашего города, на улицах многих городов Украины сегодня неспокойно. «Мир вам!» Иисус Христос, Он послал учеников передавать Его весть. Он послал их туда, куда Сам хотел, чтобы они шли. «Мир вам!» Это важные слова сегодня. Мы переживаем в Украине и в бывших всех странах Советского Союза. Это время, когда была победа, одержанная над немецко-фашистскими захватчиками. И мы вспоминали 9 мая. Это было время, когда люди скорбят о своих близких, вспоминают, кто умер. Какая была заплачена цена за то, чтобы пришел мир. Я смотрел, что в Великой Отечественной войне Украина, она потеряла очень много людей. 2,5 миллиона погибло только на фронте. А если учитывая всех людей, которые погибли, то их около 14 миллионов. Это люди, которые погибли, и мирные жители, и общее количество всех погибших, замученных где-то. Общее количество всех людей, которые погибло, около 14 миллионов на Украине. Такая была заплачена цена. Сегодня над нашей страной нависла тоже угроза, и мы видим то, что происходит. Уже люди платят цену. Уже в нашей стране тоже сегодня уже люди погибают. Ложат свои жизни за то, чтобы в стране был мир. Во время того, как у нас было событие на Майдане, мы знаем, погибло около 300 человек. Около 900 попало в больницу. Это официальные данные. И много людей пропало просто без вести. События в Одессе тоже недавно. Тоже около 50 человек погибло. Около 200 обратилось в больницу с разными травмами. И эти цифры, они продолжают расти, к сожалению. Поэтому особенно сегодня хотелось бы, прочитывая это местописание, задуматься. Все-таки мир этому дому. Я думаю, что это были весомые очень слова. Очень весомые слова были они тогда, сказанные Иисусом Христом, не случайно. И когда мы сегодня встречаемся с кем-то, говорим ли мы сегодня кому-то мир вам? Говорим ли мы сегодня кому-то мир вам? Живаем ли мы кому-то мира сегодня? Я думаю, важно это жевать сегодня. Жевать сегодня и себе. Жевать сегодня другим людям. Я думаю, что это забытое такое приветствие, но оно очень важно сегодня. Мир вам. Я думаю, Иисус Христос, Он бы сказал сегодня, об этом ободрил нас и сказал бы, чтобы мы это делали. Мир вам. Это Его желание. Я думаю, что важно нам сегодня, обращая внимание на это местописание, задаться целью, все-таки разобраться, что же значили эти слова. Мир вам. Мир вам. Первое, на что я обратил внимание, я думаю, что это самое главное сегодня. Когда хотел Иисус, чтобы звучали эти слова, мир вам. Прежде всего, Он хотел, чтобы глашатые возвещали необходимость каждому человеку иметь мир с Богом. Самое важное сегодня, когда звучат эти слова, мир вам, чтобы каждый человек задумался, имеет ли он мир с Богом сегодня. Имеет ли он мир с Богом. Сегодня здесь каждый из нас, он должен задуматься над этим. Мир вам. Имеем ли мы сегодня мир с Богом. Если сегодня кто-то пришел в первый раз в наше здание, в церковь, здесь собрание верующих. Пусть Бог поможет вам задуматься сегодня, есть ли в вашем сердце мир с Богом. Это самое главное. Это самое главное, что звучит у нас сегодня с евангельской вести. «Мир вам». Иисус, посылая Своих учеников, Он хотел сказать, что Я пришел сегодня с миром. Иисус говорит, Я пришел, чтобы не судить, но чтобы всякий верующий был спасен. Иисус Христос, посылая вестников, и эти вестники, они были похожи на тех людей, которые глашатые. Они возвещали весь Своего Царя, они возвещали весь Своего Господина. Они говорили, мир вам. Тогда, на тот момент, Бог говорил, каждому человеку была возможность примирения с Богом. Царство Божие приблизилось, оно стало близко с приходом Иисуса Христа. Каждому человеку открылся свободный вход в Царство Божие. Каждому человеку предоставлена была возможность примириться с Богом. Каждому человеку тогда звучали эти слова. Мир вам. Мир вам. И вы знаете, что большая была ответственность и у человека, который слышал эту весть. Была ответственность человека принять это слово тогда или отвергнуть это слово. И от этого очень много зависело. Я хочу прочитать эти слова, которые мы читали. «Если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им, приблизиваясь к вам Царство Божие». Вот что происходило с теми людьми, которые принимали Божий мир. Те люди, которые принимали, те люди, которые соглашались, те люди, которые искали этого мира Божьего. Для них приходило полное благословение от Господа. Они получали не только мир с Богом, а получали исцеление своих душ. Они получали физическое исцеление. Потому что Иисус говорит, где вас примут, исцеляйте, все делайте. Исцеляйте, делайте хромых здоровыми, изгоняйте бесов и так дальше. «Живите в том городе, живите в том городе». И пусть этот мир Божий распространяется из дома в дом, из дома в дом. Но была ответственность на людях, те, которые не принимали, те, которые отвергали. Они лишали себя всего. Всего того, что Бог запланировал. Этот мир Божий, он не приходил в их жизнь. Этот мир Божий не приходил в их души. Они не получали исцеления, ни физически, ни духовно. Но все равно для них звучали слова, что Царство Божие, оно все равно, оно близко рядом с вами. Как будто Бог все равно давал, даже за отвержение, даже за отвержение этой вести, Бог все равно отдавал возможность все-таки человеку задуматься, А вдруг человек переменит свои мысли? А вдруг он захочет все-таки принять? Все-таки он говорил, все равно знайте, Царство Божие приблизилось. Сегодня, я думаю, очень важно, те люди, которые не имеют мира с Богом. Это самое главное сегодня. Это самое главное сегодня. Если жизнь закончится внезапно, где вы будете? Что встретит вас завтра, если Бог не на вашей стороне? Что встретит вас в вечность, где вы встретите вечность? Куда вы попадете? Эти слова очень важны сегодня. Есть ли мир Божий в вашем сердце? Имеете ли мир вы с Богом? Бог для вас отец или он судья будет? Вот это решается для человека каждого сегодня. Самое важное – мир Божий. Эти звучали слова тогда так же. Второе, на что я хотел обратить внимание. Очень важно иметь мир с Богом. Но на второе, на что обращает внимание Писание? Очень важно иметь мир друг с другом. Очень важно иметь мир друг с другом. Иисус говорит, есть две самые главные заповеди. Одна – возлюби Бога всем сердцем, всей душой и крепостью. Вторая – возлюби ближнего, как самого себя. Слова «мир вам» – они также звучали тогда для людей, чтобы они имели мир друг с другом. Какая была обстановка на то время в Израиле? Израиль тогда был оккупирован, можно так сказать, римскими солдатами. И римляне, они относились с гордостью, превозношением к евреям. Они их пренебрегали. Но сами евреи, они имели друг к другу неправильные отношения. Иоанн Креститель говорит, вы, я думаю, вы помните это место. Он говорит, порождение ехидны. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Иоанн Креститель так говорил людям, которые приходили к нему креститься. Ехидна – это была очень ядовитая змея. Она, когда кусала, человек через какое-то короткое время умирал. Представьте себе, такие были отношения у людей. Просто у обычных людей друг к другу были такие отношения. Кусать – это причинять вред, причинять зло какое-то. Иисус говорит, я вас посылаю, как агнцев среди волков. Он говорит, вы, вот иными словами, мир был разделен на две категории – ягнята и волки. То есть люди в таком отношении были друг к другу. И поэтому Иисус, я думаю, когда ученики приходили и говорили, мир вам, ставилась цель тоже, чтобы люди примирились друг с другом. Это очень важно сегодня нам на этом месте обратить внимание, какими наши отношения являются с другими людьми. Не может быть счастлив человек, который приносит другому человеку вред или причиняет другому человеку зло. Это обман и это неправда. Когда человек будет утверждать, что делая кому-то зло, он будет радоваться и будет счастлив. Мы сегодня слышим эту информацию с восточных регионов страны. И я думаю, как заблуждаются те люди, которые думают, думают, что причиняя зло другим, убивая многих людей сегодня на Востоке. И как они могут, эти люди, улыбаться и друг другу жать руки, быть счастливыми. Да не будет такого никогда. И Бог не оставит без наказания тех людей, которые причиняют другим людям зло. Сегодня важно для нас задуматься, какими являются наши отношения с другими людьми. Если бы мы услышали сегодня те же самые слова, к нам в дом пришли ученики Иисуса Христа и сказали, мир вам. Была бы необходимость с нашей стороны что-то делать, чтобы восстанавливать с другими людьми мир. Я хочу, чтобы эта проповедь была для меня и для вас сегодня практической. Я думаю, часто мы не замечаем, почему мы не можем друг другу смотреть в глаза. Часто мы не замечаем, почему у нас нет радости. Часто мы не замечаем, какая причина в наших неудачах, в наших каких-то проблемах. А может быть, это причина именно в этом, что кто-то нами обижен. И кто-то, может быть, не имеет с нами мира сегодня. Давайте подумаем. Если нам необходимо сегодня, услышивайте слова, мир вам. Возможно, даже встать и к кому-то подойти. И поговорить друг с другом, решить свои вопросы, которые могут уже тянуться долгое время. Мир вам. Я думаю, это слова, которые очень важны для нас сегодня. Эти слова очень важны, чтобы родители имели мир со своими детьми. Чтобы дети имели мир со своими родителями. Чтобы соседи имели мир друг с другом сегодня. Эти отношения очень важны. Мир вам. Очень важно, чтобы сегодня государства имели мир с другими государствами. Я хочу прочитать место, которое вы знаете. Давайте откроем его в продолжении нашей темы. Евангелие от Луки, 17 глава. Мы прочитаем несколько стихов, 3 и 4. Евангелие от Луки, 17 глава, 3 и 4 стих. Другими словами, если кто-то согрешил против тебя, пойди и поговори с ним. Порой люди, когда у них происходят какие-то конфликты, они закрываются в себе, они перестают общаться, они обходят друг друга разными дорогами, они не хотят встречаться, они перестают звонить, они перестают вообще друг друга знать. Но конфликт в этом вопросе таким образом не решается. Когда люди закрываются друг от друга, когда поворачиваются спиной, этот конфликт, он только разрастается. Писание нам говорит одно простое средство. Пойди, поговори, разберись. Может, то, что ты думал о ком-то, оно неправильно? Или тот человек, который против тебя сделал что-то, какое-то зло, какая-то была причина, возможно, это было следствие чего-то, чего ты не знаешь, и ты будешь судить человека, не разобравшись, и будешь носить это долгие годы. Это будет томить и тебя, и того человека. Я думаю, каждый из нас переживал вот это вот состояние, когда вы с кем-то не имеете друг с другом общения, когда нету мира, когда вы встречаетесь глазами, вы спешите отвернуть голову в сторону. Я думаю, каждый из нас встречался также с тем, с той ситуацией, когда мы принимаем решение, независимо от того, что произошло с нами, все-таки пойти разобраться с тем человеком, все-таки пойти примириться с тем человеком, все-таки пойти решить этот вопрос, чтобы он не оставался здесь и не переходил в вечность, потому что некоторые люди, они в вечность с собой уносят эти вопросы, нерешенные конфликты, нерешенные ситуации жизненные. Они, не имея мира друг с другом, переходят в вечность. Там этот вопрос уже никак не решится. Поэтому сегодня, поэтому сегодня причина, причина того, что человек не хочет мириться, это гордость. Причина того, что человек не хочет разобраться в конфликте, это гордость. Бог это осуждает и говорит, Бог гордым людям противится. Бог противится тем людям, которые не хотят примиряться, не идут на примирение. Мы сегодня видим, что и власти нашей страны пытаются каким-то образом говорить с восточной частью страны, но там люди гордые, они не хотят мириться, им это даже не нужно, им не нужен мир, они хотят войны. Они хотят войны. Но там, где война, там будут убитые, там будут поражения, там не будет счастья. Сегодня мы с вами выбираем, отношения между собой мы строим, мы строим сегодня. Давайте построим правильно. Давайте просто задумаемся, если что-то у нас есть, если с кем-то мы не в мире, и если есть в наших силах сегодня возможность исправить, давайте не откладывать в долгий ящик. Даже, может, после этого собрания мы уже наберем этот номер, какой-то телефон, или мы поедем к кому-то, или мы встретимся с кем-то. Бог знает, Бог знает, кому это нужно сегодня услышать, и кому это нужно сегодня исполнить. Потому что Бог с теми, кто слушается Его, не только слушает, но слушается. Это покорность Слову Божьему. Очень важно обратить на это сегодня внимание. Третье, на что я хотел обратить внимание по этому месту Писания. Когда мы слышим «Мир вам!» «Мир вам!» Это означает, что мир нужно хранить. Мир нужно хранить. Иисус Христос говорит, если будет там Сын Мира, то и мир почаёт на Нём. Если будет там Сын Мира, если будет там Личность, если будет там тот человек, который этого мира хочет, который в этом мире нуждается, который будет этот мир хранить, этот мир почаёт на этом, прибудет на этом человеке. Иисус Христос заплатил большую цену, чтобы мы имели сегодня эту возможность примириться с Богом, имели возможность примириться друг с другом. Но как часто, как часто мы этот мир, который мы обретаем, этот мир от Бога, который мы обретаем, этот мир с другими людьми, который мы обретаем, когда мы примиряемся, мы не храним. Мы теряем его. Мы часто теряем тот драгоценный мир Божий. Мы теряем отношения с другими людьми. По одной причине. Мы не согласны платить цену. Мы не согласны, бываем, платить цену. За мир нужно платить. Не будет такого, чтобы мир пришел сам по себе. Мы видим все вокруг. Оно говорит, нужно платить цену. Нужно платить цену, чтобы иметь мир с Богом сегодня. Нужно хранить себя. Особенно молодежи сегодня. Большая западня в интернете. Большая западня в отношениях с противоположным полом. И дьявол очень много западней ставит человеку, чтобы лишить этого мира с Богом. Когда человек лишается мира с Богом, он теряет абсолютно все. Он теряет абсолютно все. Иисус говорит, что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Что пользы человеку? Что пользы человеку? Никакой пользы человеку. Поэтому сегодня давайте мы проверим себя. Имеем ли мы мир сегодня с Богом? И что мы должны делать сегодня? Что от нас зависит, чтобы этот мир нам хранить сегодня? Что от нас зависит? Нам нужно платить цену, братья и сестры, сегодня. Нам нужно платить цену, сегодня. Нам нужно молиться, искать Бога и просить Его милости. Нам нужно брать посты сегодня, если у кого-то в этом есть необходимость сегодня. Особое время. Особое время взыскать Господа сегодня. Особое время. Нам нужно платить цену, чтобы иметь мир с другими людьми. Это нужно платить цену сегодня. Нужно платить цену сегодня. Я думаю, каждый из нас переживал, что нас может лишить, что нам может просто лишить наших добрых отношений с другими людьми. Я думаю, что вы знаете те вопросы, которые возникают в нашей жизни. Отдалживать деньги какие-то, неправильно оформленные наследства, еще что-то, всякое такое, разговоры. И бывает одно слово, которое даже ты говоришь с человеком, и приходят тебе мысли, не говори. Бывало у вас такое, вы говорите с другими людьми, и приходят такие мысли, не говори. Если ты говоришь, то ты теряешь этого человека. И бывало такое, что что-то ты должен сделать, а в мысли приходит, ну не делай этого, не делай этого, не делай этого. Если ты делаешь, ты теряешь этого человека. Ты теряешь мир с этим человеком, ты теряешь мир с этим человеком. Поэтому сегодня давайте мы помолимся, давайте мы попросим Господа, потому что есть темы, которые в Новом Завете и в Библии, они легкие для того, чтобы их воспринять, легкие, чтобы их понять, но тяжело бывает их исполнить. Это как раз та тема, которая легко воспринимается, которая легко слушается, но трудно ее бывает исполнить. Очень важно нам иметь сегодня мир с Богом, очень важно нам иметь сегодня мир с другими людьми, очень важно нам платить цену, чтобы этот мир сохранить. Аминь. Помолимся.